Лингвистика Их синтез описывает так на триплетной модели генетического кода, за которую Ниренберг в 1968 году получил Нобелевскую премию. Он ее разрабатывал вместе с Фрэнсисом Криком, который тоже в свою очередь получил вместе с Уотстом Нобелевскую премию за двойную спираль ДНК. А то, что сделал Ниренберг, он получил Нобелевскую премию без крика, потому что дважды Нобелевскую премию не дают. Ну и может быть и хорошо, потому что для крика это хорошо. Почему? Потому что на самом деле вот эта триплетная модель генетического кода, которая объясняет биосинтез белков, она неправильная в том плане, что она стратегическую ошибку содержит. А раз она содержит стратегическую ошибку, то значит она вообще неверна. Это привело к чему? Вот эти ошибки, они не прощаются природой. Это привело к тому, что сейчас делают в массовых количествах по всему земному шару, почти по всему земному шару расползается генетически модифицированная еда, пища. Значит, в основе этой модели лежат принципы кодирования аминокислот, а белки состоят из аминокислот. Каждая аминокислота должна кодироваться своим кодоном. Кодон — это троечка нуклеотидов, и, так сказать, она кодирует аминокислоты. Вот таких кодонов 64. Оказалось, что 32 из них синонимичны, то есть они несколько разных кодонов кодируют одну и ту же аминокислоту. Это избыточность, это хорошо, это нормально. Но вторая половина, 32 кодона, они очень странные, потому что изначально они такие как бы двойственные. Они одновременно, изначально, кодируют две аминокислоты разных. И это противоречит модели кода. Понимаете, в чем дело? Потому что постулировано было Ниренбергом и Криком, что генетический код однозначен. То есть каждый кодон или даже несколько кодонов кодируют одну аминокислоту. Но никогда не бывает, как они считали, что один кодон кодирует две разных аминокислоты. На самом деле, если посмотреть внимательно на таблицу генетического кода, то совершенно ясно. Даже ученику 10 класса, когда я был в школе, я обратил внимание, и когда учился в университете, я бегал к преподавателям и говорил, «Да посмотрите на таблицу генетического кода. Там половина кодонов, там все хорошо, но половина кодирует неоднозначно. Две разных аминокислоты — это смерть для организма». Я тогда еще не мог понять, почему смерти не происходит. И мне говорят, синтез белка идет нормально, организмы живые. Что ты так страдаешь по этому поводу? Значит, все в порядке. Ну, так сама там модель, она предполагает неоднозначность. Так вот, эта неоднозначность кодирования снимается чем? Очень просто, контекстом. Ну, что такое вот эти кодоны неоднозначные? Это то же самое, как слово «коса», «рейд», «бокс» и так далее. То есть слово, которое имеет два смысла. Двусмысленные слова. И ты никогда не поймешь, что за коса, о какой косе идет речь. Или это девичья коса, или это коса, которая косит траву. Так? Поймешь только тогда, когда прочитаешь целиком фразу. Я увидел красивую девушку, которой была великолепная золотистая коса. Ее волосы были прекрасны, коса. Значит, была русая и так далее. Ну, понятно, о какой косе идет речь. Или я увидел человек, который косил траву. Хорошей косой. Вот у него в руках была коса. Хорошо отточенная коса. Ясно, что тут коса другая. Контекст снимает неоднозначность. Так вот, в генетическом коде, и в этом его речеподобность, как раз работает так на контекстной ориентации. То есть белоксинтезирующий аппарат, когда он читает ген в виде информационного рынка, а там структуры, которые работают, их называют рибосомы, не будем вдаваться в подробности. Это совершенно отдельная огромная тема, но все-таки скажу. Вот эти самые рибосомы, которые читают информационный рынок и синтезируют белки, они встречают время от времени вот такие неоднозначные кодоны. И они должны решить, о какой косе идет речь. О девичьей косе или о косе, которые косят траву. Значит, рибосома читает весь текст, то есть контекст, и понимает смысл неоднозначного кодона, и придает ему точный и определенный смысл. И вот возникает однозначность, о которой говорили, значит, крики Ниренберг. Но она возникает после того, как произошел акт чтения информационного рынка. Это было отброшено, так сказать, Ниренбергом. Даже тогда, когда они обнаружили этот эффект, когда у них один и тот же кодон, так называемый уридин, 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 триплета, кодируют одновременно дверных слотов фенилонин и лицин. Они говорят, нам это явление, молекулярная природа этого явления, нам непонятно. Вот понимаете, хотя это гениальные люди и Ниренберг, и Крик, но они вот здесь слукавили. Если вам это непонятно, тогда почему вы утверждаете, что модель кода однозначна? Она неоднозначна, и это стратегическая ошибка. А каким образом это связано с генетически модифицированными продуктами питания? Спросите вы, допустим, да? Отвечу. Значит, когда делают введение трансгенов, чужеродных генов, например, в кукурузу, в пшеницу, в томаты, куда угодно. То есть меняется контекстный пейзаж. Если вы ввели трансген, у вас меняется контекстный пейзаж, и тогда значения вот этих самых кадонов, они могут неопределенно меняться. И это хаос. Это семантический хаос в синтезе белка. Значит, получаются неправильные белки. А неправильные белки могут приобретать функцию псевдоферментов, отравляющих веществ и так далее, и так далее. И когда человек поедает генетически модифицированную пищу вот с такими неправильно синтезированными белками, резко возрастает вероятность того, что он получит отравление или вообще метаболический срыв, потому что там работают псевдоферменты, которые совершенно неправильно работают. И это трагедия для организма. И так и произошло. Вот у нас Ермакова, например, она продемонстрировала, что скармливать, например, трансгенную сою крысам, то у них возникает опухоль размером с саму крысу. Знаете, к чему это привело? Вот этот семантический хаос при работе генетического аппарата как структуры, которая работает с текстами, А если этот текст неправильно прочитал, а происходит неправильное чтение, потому что меняются смыслы вот этих самых кадонов, аммонимов, и возникают неправильные белки, вот, пожалуйста, в результате опухоли у крыс. Про людей не пишут, потому что все работы, которые в этой области сделаны, которые доказывают, что генетически модифицированная пища является опасной для человечества, их убирают, блокируют. Ермаков выгнали просто из Академии наук, и все. Человек без работы находится. Потому что генетически модифицированная пища — это миллиарды долларов, карманы негодяев, которые делают это. И они постепенно, постепенно уничтожают человечество. Вот вам еще одно уже негативное, так сказать, аспект неправильного понимания работы генетического аппарата, его лингвистической текстовой части. Но это еще не все беды. Оказывается, когда вводят трансгены, меняется топологическая структура хромосом, а хромосом является жидким кристаллом. И когда вы вводите туда чужеродный ген, то меняется топология жидких кристаллов гонка. В частном случае таких знаковых топологий является голограмма. Вот эмбриончик, он начинает развиваться, у него должны вырасти руки, ноги, глаза и так далее, и так далее, в определенном порядке, в определенном месте и так далее. А если нет, то получается уроды. Так вот, калибровка пространства организма, который развивается из эмбриона, осуществляется голограммами, которые находятся в наших с вами хромосомах. Понимаете, в чем дело? Если вы нарушили структуру голограмм, то вы получаете урода. Вот такие уроды и получаются из трансгенных растений, животных и так далее. А мы их потом вместе с пищей поглощаем. Мы меняем собственный метаболизм. Мы меняем его в очень нехорошую сторону. В сторону того, что у нас могут развиться патологии типа рака, аллергии и так далее, и так далее. Но, повторяю, все эти данные всячески блокируются и не опубликуются. А исследователи, которые доказывают это, их преследуют. К сожалению, точно так же преследуют лингвистику, волновую генетику. Хотя она приносит явную пользу. Она может принести вред. Об этом я много раз говорил. Это потенциально самое страшное оружие, которое только можно придумать. Причем очень дешевое оружие. И которое будет работать, поскольку оно работает на спинорных эффектах, на трансионных полях. А трансионные поля не знают преград. И вы можете этот форенц по всему земному шару дать. Вот так же, как мы уничтожали эти самые, убивали растения робидопсиса, или сорняки, вот можно убивать это. Это в лагой применение. Но точно так же можно уничтожить урожай пшеницы, например, у противника. И у себя тоже. Потому что в обе стороны будет работать. Поэтому это сдерживающий фактор защиты от дурака. Если вы захотели сделать генетическое оружие, уничтожить у противника пшеницу, ячмень и так далее, то вы у себя тоже самое сделаете. Вот в чем дело. И опасность еще огромная. Пытается во всем мире создать этническое оружие. Например, евреи хотят арабов уничтожить. Ну давайте придумаем эту штуку, чтобы только их. Во-первых, все расы перемешаны, поэтому это довольно трудно сделать. Но даже если этнически чистые группы, то разработать такое оружие теоретически можно. Но для этого надо понимать реальную генетику. А реальную генетику не понимают.